В Наринмаре проходит неделя безопасности дорожного движения. С 23 по 27 сентября сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводят профилактические мероприятия с детьми и взрослыми. Различные акции и рейды. Это мероприятие включено в календарь Министерства просвещения России и Главного управления ГИБДД Министерства внутренних дел. Об одной из акций, проходящей в рамках недели безопасности, в материале Ольги Руссоу. Правила дорожного движения едины для всех, для детей и взрослых. И чем раньше ребенок начинает постигать премудрую науку грамотного передвижения по городским улицам, тем спокойнее родителям за его безопасность. Участники сегодняшней экскурсии – воспитанники детского сада. До самостоятельного пересечения улиц им еще далеко. Но чем раньше они познакомятся с работой перекрестков, тем лучше, считают воспитатели и инспекторы ГИБДД. Скажите мне, пожалуйста, как надо переходить дорогу? На зеленом свете. На зеленом свете. А где, почему ходят-то? Вот если светофора нет, то как переходят еще? Надо найти зебру. На пешеходном переходе. А как надо? Куда посмотреть сначала, куда потом? Направо, на лево. Направо, на лево. Дорогу как переходить надо? Ну, на зеленый цвет. Неумолимая статистика ставит нас перед фактом. За 8 месяцев этого года число дорожно-транспортных происшествий с участием детей выросло на 33,3%. Что в числовом эквиваленте составляет 4 ДТП. Участниками которых стали дети-пешеходы, дети-велосипедисты и дети-пассажиры. Виноваты в большинстве случаев взрослые. Это означает, что правила дорожного движения надо повторять постоянно. Мы сейчас с вами стоим. Где, ребят? Как это место называется? Тротуар. Тротуар. Молодцы. То есть мы уже с вами соблюдаем правила. То есть мы идем по тротуару. Сегодня во время экскурсии ребята знакомятся с перекрестком. Инспекторы рассказывают, как правильно понимать сигналы светофора. Вы подходите сейчас в данный момент к воспитательному, к опасному участку автомобильной дороги. Перекрестку. Когда вы подходите к перекрестку, в данном случае у вас будут светофоры для вас. Именно для пешеходов, которыми вы в данный момент живете. И на личном примере показывает, как правильно перейти такой перекресток. Даже несмотря на зеленый сигнал, светофора все равно убедится в отсутствии машин на дороге. Все меня пропускают. И автомобилей нет. Посмотрел направо, посмотрел налево. И только не торопясь, пошел на зеленый сигнал светофора. Неделя безопасности включает в себя не только профилактическую работу с детьми и подростками. Инспекторы безопасности дорожного движения встречаются и с родителями. Проверяют наличие детских автокресел в машинах. Ведь основная цель мероприятия – предупредить травматизм самых маленьких участников дорожного движения. В частности, уделяют внимание навыкам безопасного перехода дороги, безопасному участию детей-велосипедистов на дороге. А также работа проводится среди родителей по перевозке детей в автомобили. То есть это основные направления, когда дети попадают в ДТП. Завтра, в заключительный день акции «Неделя безопасности» сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения, запланирован общественный рейд. Традиционно участие в нем принимают родители, педагоги, полицейские и дети. На улицах города они будут раздавать прохожим памятки и светоотражающие элементы, которые необходимо носить на одежде в темное время суток. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.